И начнем выпуск с информации об обстановке по коронавирусу в регионе. На сегодняшний день в Ненецком округе не зафиксированы заболевшие этой инфекцией. Ситуация остается стабильной. На самоизоляции 62 человека. Роспотребнадзор держит на контроле граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой. О ситуации ежедневно докладывают представители Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения. Иван Никонов продолжит тему. По информации заместителя руководителя окружного Роспотребнадзора Светланы Брылевой, по состоянию на 18 марта в Ненецком округе было зарегистрировано 123 случая ОРВИ. 19 марта на территории Заполярья было зарегистрировано еще 158 человек. Госпитализированных нет. На наличие коронавируса на сегодняшнюю дату обследован 41 человек. Из них это 19 человек, больные пневмонии. У всех обследованных коронавирус выделен не был. Материал, отобранный у 73 человек, на данный момент находится в работе. Информация будет уточняться ежедневно. Также Светлана Брылева дала разъяснение относительно самоизоляции граждан. На сегодняшний день на принудительный двухнедельный карантин отправляются только граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой по коронавирусу. Те путешественники, которые вернулись из российских городов, на самоизоляцию не отправляются. Если будет принято решение, что все, кто приезжают к нам из другого субъекта Российской Федерации, то все мероприятия будут также проводиться. Но все лица, которые у нас прибыли в настоящее время с других субъектов Российской Федерации, они также могут быть обследованы на коронавирус, если по их собственному желанию. То есть им не откажут, если они считают, что у них есть признаки ОРВИ, и они хотят обследоваться на коронавирус. В ходе брифинга с журналистами представитель профильного департамента Елена Левина сообщила, что сегодня во всех медицинских учреждениях Ненецкого округа введены ограничительные мероприятия в соответствии с приказом Минздрава. То есть мы закрываем профилактические осмотры детского населения, диспансеризацию, медицинские осмотры по 302-му приказу. Значит, у нас закрыты медицинские организации, имеющие стационары для посещения родных и близких. И призываем население, которое в возрастной категории 60+, не посещать поликлиники без особой необходимости. То есть только в случае необходимости они сюда приходят, но в случае наличия проявлений ОРВИ вызывать врача на себя, то есть не выходить в поликлинику. Это уже самая тяжелая группа, которая может быть поражена инфекцией. Это 60+, имеющие хронические заболевания. Жители Заполярья могут задать вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации в регионе, по телефонам горячей линии по вопросам коронавируса, который действует в регионе. Здесь же самоизолированные жители могут оставить заявку на оказание им волонтерской помощи.